Аудиокнига своими руками Студия «Барабаны судьбы» Читает Александр Водяной Эпиграф Увы, с детства и по сей день, наблюдая своих друзей, я понял, что на свете нет тяжелее душевной муки, чем зависть. Иешуа Гануцри Из истории Ордена Если вы, многоуважаемые читатели, хотите еще глубже проникнуть в переживания очкарика, пожалуйста, учтите, что ему потребовался целый год для создания группы энтузиастов, разделяющих его гастрономические вкусы. Или, короче, для создания Ордена Филинофагов. Последнее наименование, новое для вас, составлено из латинского названия малых кошек «филино» и древнегреческого глагола, что произносится как «фагени» и означает «пожирать». Я надеюсь, все понимают, что о больших кошках, то есть о львах, тиграх, леопардах, пантерах и т.д. речь не идет по очевидной причине. Вы, несомненно, помните, что обманутые фальшивым экскурсоводом кошки Молли и Кэти спросили его о смысле повторения дважды латинской буквы «ф» на рукавах гномов, суетившихся у костра. Очкарик тогда уклонился от ответа. Сейчас нам становится понятным, что эмблема «фф» отличает филинофага от рядового гнома. Хочу отметить, что Молли и Кэти ошиблись. Вовсе не «фф» было написано на рукаве у каждого подчиненного нашего очкарика. На самом деле там было изображено нечто похожее, а именно знак двойной руны. Тому, кто еще не успел ознакомиться с древней рунической письменностью, сообщаю, что эта руна называется «фэху», «фэу» или просто «фэ» и означает «имущество», «богатство», «скот». После падения Римской империи гномы Северной Европы принялись ловить беженцев, древнеримских кошек и котов, спасавшихся от полчищ гуннов. Так называемые «котобои» хватали заигравшихся котят и уносили их во владение подземной цивилизацией. Затем гномы-котоводы успешно откармливали представителей семейства кошачьих и готовили из них изысканные блюда. Спустя столетия отчаянного противостояния с подземной цивилизацией, кошки и коты, заключив вечный союз с людьми, освободились от власти гномов. Они, как и некогда в Древнем Риме, одомашнились, но склонность к тайным прогулкам в темноте навсегда закрепилась в их генах, как память о жизни в катакомбах. В наше время относительно малочисленная группа гномов, кавалеров ордена двойного фэху, признает очкарика великим магистром. Сам он испытывает гордость за то, что в его жилах течет голубая кровь многих поколений кошкаедов и котоводов. Давний предок очкарика получил дворянский титул от короля Кашкарика XIII, прозванного Долгоруким за мастерство при охоте на кошек. Как ни странно, несмотря на древность рода, подполковник не был вхож в низшее общество подземной цивилизации. Почему? Ответ прост. Ему завидовали, так как двойная руна фэху, богатство, не зря красовалась на его фамильном гербе. В подземном дворце очкарика, унаследованном от предков, в течение веков хранились несметные сокровища, изумруды, бриллианты, сапфиры, золотые украшения, монеты, посуда. В редкие часы досуга подполковник, стараясь не перенапрягаться, играл на пастушьей свирилии или баловался резьбой по камню. Но больше всего ему нравилось сидеть в одиночестве перед открытыми сундуками и перебирать собственные сокровища. Впрочем, сказать об очкарике, что он как кощей над златом чахнет, было бы неверно, поскольку все свое фантастическое состояние гном тратил на покупку картин, рисунков, гравюр, бюстов и скульптур, определяя тем самым современную подземную моду на произведения искусства. В среде коллекционеров он славился исключительным умением одурачивать как продавцов, так и покупателей. Более того, изготовленные членами Ордена Кашкоедов фальшивые полотна Матисса и Пикассо занимали почетные места в лучших музеях Нью-Йорка, Парижа и Лондона. Как видите, очкарик был талантливым, но весьма опасным субъектом. Глава одиннадцатая. Вероломное нападение. Очкарик находит адрес Молли. Для очкарика весь следующий день был потрачен впустую. Я не стал бы столь подробно описывать в предыдущей главе бессонницу очкарика, если бы она не усиливала его жажду мести. Проспав всего два часа, подполковник отправил на поиски Кэти Молли команду Сиси, то есть Кашкаловов. Произносится Сиси от английского «кэткаче», а сам зевал, коротая время в ожидании результатов. Увы, обегав весь остров, и щеки Сиси вернулись, не солоно хлебавшие. Сомнений не оставалось. След обеих кошек на острове давно простыл. Их пришлось бы искать по всему белому свету. Впрочем, такая перспектива подполковника не смущала. У него уже созрел план, как отыскать беглянок. И план этот состоял из двух частей. Прежде всего, следовало найти адрес Молли. К счастью, в руках очкарика оставался ее мобильник. Вы, конечно, помните, что гном отобрал телефонный аппарат у хозяйки, собираясь ее сварить. При помощи мобильника злоумышленнику ничего не стоило определить телефонный номер кошки, по которому он ей и позвонил. Молли как раз обсуждала с Кэти их общее приключение на острове. Неожиданный звонок раздался без пяти минут в семь и прервал ее на полусловие. Кошка сняла трубку. Алло, президент Икса слушает. Что вам угодно? Очкарик узнал голос Молли. Она в тот день находилась на горной даче вместе с Кацем, Кэти и 007. Ответа на вопрос Молли не последовало. Трубка упорно не подавала голоса. Кошка без труда догадалась, что звонит начальник кошкаедов и пыталась держать себя в лапах, но это оказалось выше ее сил. — Если не прекратите нас преследовать, преступник, похититель детей, вам не поздоровится, — вспылила она. Очкарик растерялся от такого напора и стал громко кашлять. — Вы мне в ухо не кашляете, — рассердилась Молли. Но трубка кашель не прекратила. В пять минут восьмого связь оборвалась. И всем стало ясно, что мстительный гном не собирается оставлять в покое семью своего давнего противника. — Всем быть наготове, — сурово предупредил Кац. — Поведение этого зловредного карлика вызывает серьезные опасения. Похоже, он способен на все, чтобы рассчитаться с нами. — Разумеется, — спокойно подтвердил 007. Но ему это не сойдет с рук. Разговаривать с кошкой Молли было для очкарика, скажем прямо, ни к чему. Дело в том, что его вполне устраивал сам факт телефонного разговора, поскольку он позволил выяснить в базе данных почтовый адрес кошки, что и было первым пунктом его плана. А вот и адрес черной дыры. — Теперь можно считать установленным, — заявил очкарик, — что семью 007 следует искать на горе у моря. Но пока он еще не знал, как незаметно добраться туда, в сопровождении отряда Си-Си, воспользоваться черной дырой, неожиданно появившись из нее, это был самый разумный вариант. Но тогда какой именно из дыр? Для того, чтобы ответить, пора было приступить ко второму пункту плана. У подполковника, как у каждой влиятельной фигуры подземной разведки, имелся свободный доступ к координатам всех черных дыр. Поэтому на эти ближайшую горной дачи дыру трудностей не представляло. Однако, глядя на экран компьютера, он не поверил собственным глазам. Расстояние от такой дыры до домика было нулевым. — Неужели агент 007 живет непосредственно в черной дыре? Это же чертовски неудобно! Гном протер глаза и, значительно увеличив карту на экране, пришел к удивительному результату. Расстояние между жилищем Молли и черной дырой составляло двадцать пять метров. Таким образом, подполковнику удалось нащупать слабое место противника. Соседство с дырой делало дом весьма уязвимым. Гному не терпелось нанести удар, но сначала стоило исследовать черную дыру и тщательно осмотреть место будущего нападения. Непрошенный гость. Наступило утро, предназначенное гномом для разведки. Зная, что враги живут на горе, очкарик захватил с собой специальное снаряжение. Выбравшись из дыры и оказавшись внутри сарая, гном при помощи апенистских кошек и крючьев, помогая себе ледорубом, поднялся по стене к окошку. Затем он закрепил конец прочной веревки на краю отверстия и слез по ней во двор. Ледоруб он на всякий случай прихватил с собой, а веревку оставил висеть на окошке. Оказавшись во дворе, гном бросил внимательный взгляд на кошачий домик. Вокруг не было ни души, стояла полная тишина. Заглянув в окна, подполковник заключил, что дом пуст. Не хотелось бы изучить окрестностей, но надо держать ухо в остро, подумал гном, и, покинув кошачью усадьбу через ворота, начал спускаться к морю по каменной лестнице. Утренняя прогулка 007. А где же в то утро находился кот 007? Ответ прост. Он по своему обыкновению гулял в одиночестве вдоль берега. При спокойном море и подходящей погоде молодой кот любил поплавать. Он и после окончания училища всячески старался держать себя в хорошей физической форме. Ноябрь близился к концу, но сегодняшнее купание оказалось на редкость приятным. Почти не было волн и легко можно было привыкнуть к не очень холодной воде. Выйдя на берег, 007 отряхнулся, сделал короткую пробежку и начал спокойно подниматься по каменным ступенькам, ведущим к дому. Поединок И вот вы можете представить себе изумление 007, когда на полпути перед ним несколькими ступеньками выше появился очкарик собственной персоной с ледорубом в руке. Хотел бы я знать, что вы здесь делаете после того, как покусились на жизни моих родных, ледяным тоном произнес кот. — Это было не более, чем шуткой, усмехнулся гном. Но сама идея сварить из них суп мне кажется удачной. Возможно, я смогу воплотить ее в жизнь в ближайшем будущем. Эти рассуждения вызвали у кота взрыв негодования. Разгневанный 007 ответил наглому подполковнику тяжелой пощечиной. Дуэль стала неминуемой. Карлик с ненавистью поглядел на 007, и смертельный поединок состоялся немедленно, тут же на ступеньках лестницы. Не раздумывая, гном поднял ледоруб. Но 007 не стал ждать удара. Он отклонился, и левой передней лапой выбил страшное оружие из рук врага. Ледоруб полетел вниз, кувыркаясь по ступенькам. Не теряя времени, кот выпустил когти и правой лапой ударил противника в челюсть. Когда рукопашный бой начался, казалось, 007 выйдет из него бесспорным победителем. Но вдруг гном применил запрещенный прием, нанеся неприятелю удар ногой в живот. Далее, не дожидаясь ответа, он повернулся и принялся удирать во все лопатки вверх по лестнице. Агент 007 согнулся от боли, но, едва она утихла, устремился в погоню. Миновав ворота, кот очутился во дворе усадьбы и успел увидеть, как гном исчезает в окошке сарая и втягивает за собой веревку. Теперь очкарику было необходимо вернуться на остров, чтобы подготовиться к нападению на кошачью усадьбу. Оказавшись в сарае, он поднял крышку, закрывавшую черную дыру, и надавил большим пальцем на светящуюся кнопку в стене тоннеля. Правду говоря, получив страшный удар в живот, агент 007 уже не мог продолжать преследование. Сердце все еще билось, болезненно и часто. Кот бросил думать о погоне и поплелся в домик, закрыл дверь на задвижку, прошел в свою комнату и растянулся на кровати. Проспав несколько часов, он немного приободрился и позвонил кистью. — Как скоро ты смог бы приехать? — Немедленно выезжаю, — ответил Кац встревоженный звонком. Через пару часов он появился на даче вместе с женой и дочкой. Встретив взятие, он вопросительно посмотрел на него. — Диавид у тебя не блестящий. Уж не заболел ли ты? Как себя чувствуешь? — Хе-хе, уже намного лучше. Негромко отозвался 007 и рассказал всем о схватке с гномом. После того дня, когда мы показали кошкаедам, где раки зимуют, я постоянно ждала подобного визита, — заметила Молли. — Да и я не стал бы отрицать такой возможности, — согласился Кац. — Жаль, меня здесь не было, — обратился он к 007. — Ты, дружище, вполне можешь позволить себе заслуженный отдых. А что касается меня, сейчас самое время заняться делом. По моим предположениям, необходимо срочно принять кое-какие меры предосторожностей. — Ты хочешь сказать, что до нас могут напасть? Кац кивнул и объяснил. — Пока Молли и Кэти жарят цыпленка к ужину, займусь установкой прожекторов и камер наблюдения. Праздник в домике Прошла неделя. Очкарик решил не откладывать в долгий ящик провести атаку. Сражение между рыцарями дивизии Си-Си и семьей агента 007 должно было состояться сегодня, в последнее ноябрьское воскресенье. Должен сказать вам, дорогие читатели, что в тот день Молли снова привезла на своем роскошном ягуаре Кэти, Каца и 007 в их уютный деревянный домик. По прибытии каждый из хозяев зажег свечу и все стали пить чай с творожными пончиками. Проводя время веселой застольной беседе, семья отмечала праздник победы Света на тьмой, который начался сегодня и должен был продлиться еще неделю. Как и положено в ноябре, ночь наступила рано. Бледной луне было не под силу бороться с густым мраком. В безоблачном небе слабо поблескывали звезды, стоял полный штиль. Неудачная атака. Внезапно в домике прозвучал пронзительный сигнал тревоги. Автоматически включились прожекторы, ярко осветившие двор. Кац разглядывал на экране компьютера изображения, передаваемые видеокамерами, установленными под крышей дома. Он видел, как одни гномы ужаснуют по двору, а другие еще спускаются по веревке из окошка сарая. Дамы-кошки в этот момент продолжали чаепитие, как ни в чем не бывало. Y-007 достал пистолет из своей прикроватной тумбочки и сунул его в карман, процедив «Пригодится!» Однако оружие не понадобилось, ибо ослепленные непривычным светом прожекторов подземные рыцари-очкарика в панике устремились назад, в сарай, по той же веревке. Сам магистр первым юркнул черную дыру. Спустя минут пять 007 выглянул во двор, где снова царила тишина. Спокойной ночи пожелали хозяева домика друг другу, и далее их сон ничто не потревожило. Дальновидное решение. Не было еще и десяти утра, когда Кац и 007 наскоро позавтракава омлетом и кофе наведались в сарай. Молодой кот предложил намертво приклеить к полу край крышки, прикрывавший черную дыру. «Хе-хе, у меня имеются два тюбика, один с эпоксидной смолой, а другой с отвердителем», сообщил он тестью. «Интересная мысль», оценил Кац. «Но, на мой взгляд, дыра еще может нам пригодиться. Давай-ка призмем крышку тяжелыми книгами, чтобы ни один гном не смог бы ее поднять изнутри. Заодно и уборку в сарае сделаем». «Айн бисхен ортнун, мусс дох зайн». Так классической немецкой поговоркой закончил Кац свое высшей степени разумное предложение. Зять не стал возражать, и оба кота взялись за работу, дружно чихая от поднимаемой в воздух столетней пыли. Наконец, когда на крышке дыры уже громоздилась целая библиотека, Кац и 007 вылезли из сараи во двор и устроились на травке, жмурясь от солнца. «Чудесная погода!» «Не так ли?» заметил молодоразведчик, но Кац не был склонен поддерживать светскую беседу. «Послушай, 007, меня немного беспокоит вот какая проблема», произнес он. «Мы только что завалили нашу черную дыру, что в будущем никакой гном воспользоваться ею не сможет, и это отлично. Однако раньше эта дыра была доступна любому путешественнику, в пространстве времени, поэтому очкарик может с ее помощью проникнуть в наш сарай, пожелав попасть во вчерашний или более ранний день. Вот я и спрашиваю, что нам в таком случае делать?» «Полагаю, волноваться не стоит», успокоил 007 тесто. «Посуди сам. С одной стороны, очкарик будет уверен, что вчера вылез из нашей черной дыры. С другой стороны, мы твердо знаем, что он вчера из той же дыры не вылезал. Что это означает?» «По-моему, мы имеем непримиримое логическое противоречие», с недоумением произнес Кац. «Не обязательно. Дело в том, что черная дыра очкарика и наша черная дыра — это две разные дыры. Гном просто-напросто оказался в прошлом одной из параллельных вселенных. Ты помнишь, со мной однажды подобная история приключилась? Я тогда попал в параллельное село Михайловское. Ты только представь себе Кац. Очкарик вылезает из сарая, подходит к деревянному домику и думает, что встречает меня, а я не я и хата не моя. Воображаю, как он удивится. На этом разговор Кац и 007 закончился, и проблема черной дыры в сарае кошачьей усадьбы была исчерпана. Глава двенадцатая Конец деревянного домика Пустые хлопоты Не теряя ни минуты сразу после бегства из кошачьей усадьбы, очкарик обратился в тайное подземное разведывательное управление ТПРУ с ходатайством о военной материальной и моральной поддержке. Он назвал 007 главным врагом подземной цивилизации и просил свое начальство принять все необходимые меры для его устранения. Прошло три дня, но никакого ответа он не получил. — Заснули они, что ли? — ворчал подполковник. Он написал другое письмо, на этот раз в более влиятельную инстанцию. Нижнее управление. — Ну. У гномов положение начальника тем выше, чем ниже под землей располагается его кресло. Очкарик использовал самые сильные выражения для описания опасности, исходящие от Y007, но прошло еще три дня, они ТПРУ, НИНУ не реагировали на его обращение. Что это они уперлись как лошадь? НИТПРУ, НИНУ. Эти бесполезные штатские будут действовать самостоятельно, решил самолюбивый гном, у которого привычка вредить нам давно стала инстинктом. Но как это сделать? Пора приступить к подготовке террористического акта. Несерьезная разведка Очкарик вспомнил об одном майоре, который недавно явился к нему по своей инициативе. Войдя в офис, он отдал честь и восторженно уставился на подполковника, чему тот не удивился, ибо, как герой подземной разведки, привык к поклонению более молодых гномов. Что привело вас ко мне, майор? небрежно поинтересовался Очкарик и в ответ услышал, желаю вступить ваш орден, господин подполковник. Одного желания мало, офицер, строго произнес Очкарик, хотя кандидат в рыцаре ему сразу понравился, особенно его прямой самоуверенный взгляд. Только неглубокие люди не судят по внешности, вспомнился Очкарику афоризм наземного автора Оскара Уайлда. И подполковник не раздумывая решил принять майора в орден, тем более, что тот выразил готовность выполнить любой приказ магистра. Сегодня Очкарик вызвал к себе этого майора и приказал ему отправиться в разведку к той черной дыре, где сам недавно так глупо опростоволосился. Совершив стремительный, пространственно-временной полет, майор со всей силы стукнулся лбом о крышку черной дыры. Чертыхнувшись, он попробовал приоткрыть крышку, но обнаружил, что она не поддается. Еще бы! Ведь Кац и 007 поработали на славу. Вам что-нибудь известно о причине закупорки? Осведомился Очкарик увернувшегося ни с чем майора. Не больше, чем вам, господин подполковник, потирая шишку на лбу, уныло ответил тот. Хе-хе-хе, иначе и быть не могло, подумал, не ожидавший другого ответа, Очкарик. Ведь он проверял дыру на всякий случай, поскольку хорошо понимал, что имеет дело с опытным противником. БЕГСТВО КОШАЧЕГО СЕМЕЙСТВА В тот вечер в горной кошачьей усадьбе собралась вся семья. Молли и Кэт быстро приготовили ужин, после которого, уютно устроившись в креслах, дружная четверка принялась обсуждать военную ситуацию. По мнению 007, она становилась все более угрожающей. С этим согласились все, и каждый, напрягая фантазию, пытался предсказать тактику, которую изберет зловредный гном. Вдруг Молли показалось, что через открытое окно со стороны моря до нее доносится еле слышное тарахтение мотора. Вскоре звук стал тише, а потом и совсем исчез. — Вы что-нибудь слышали? — спросила она. — Кажется, только слабый шум прибоя, — ответил Кац. А 007 Кэт отрицательно покачали головами. Вскоре после часа ночи было решено, что пора спать. Все уже было собрались разойтись по комнатам, как внезапно через окно легкий морской бриз, обдувавший нагретую заднюю гору, принес отчетливый запах дыма. Встревоженные хозяева немедленно выбежали на порог, где их поджидало неожиданное зрелище, способное напугать любого смельчака. Снизу по склону горы к ним приближалась широкая полоса огня, жадно пожиравшего кустарник. По-видимому, она распространялась от самого пляжа. Над усадьбой уже летали искры. Казалось, отступать было некуда. Однако, переглянувшись, кошки и коты мгновенно сообразили, что единственное место спасения это каменный сарай. Кац притащил старую лестницу и прислонил ее к стене сарая, что позволило беглецам перебраться через окошко в прохладное темное помещение. При свете карманного фонарика агента 007 им удалось быстро освободить крышку от кучи книг и откинуть ее, после чего крепко держа за лапы 007 Молли Кэт и Кац влетели в черную дыру. При этом 007 прежде чем нажать на стартовую кнопку передал телепатической камере название пункта назначения «И Иерусалим» «Иерусалим» «Иерусалим» «Поджог» «Полагаю, никто не сомневается в том, что поджог и был терактом, задуманным коварным подполковником». Удар должен был выглядеть грандиозно. Чтобы обеспечить присутствие зрителей, очкарик арендовал для круиза вдоль берега экскурсионный теплоход. Билеты на корабль распределялись исключительно среди кошкоедов и шли на расхват. Тарахтение мотора именно этого судна и слышала Молли незадолго до пожара. С корабля бросили якорь и теплоход закачался на волнах, имея берег на правом траверзе. Ночь была на редкость тихая, с берега не доносилось ни звука. Ярко светила полная луна, легкий, едва заметный ветерок пробирал холодком. Вскоре к берегу приблизилась спущенная с борта тяжело нагруженная шлюпка. На веслах сидели двенадцать гномов, которыми командовал расположившийся на корме очкарик. Грузом являлась железная бочка, лежавшая посередине маленькой галерой. Когда дно шлюпки зашуршало по пляжному песку, подполковник первым покинул лодку. По его приказу грибцы с трудом перетащили бочку на берег, а затем подкатили ее как можно ближе к сухому кустарнику. Они установили бочку вертикально и открыли крышку. Внутри была какая-то жидкость, по запаху напоминавшая бензин. Зачерпывая ее половниками, гномы принялись поливать кусты. Очкарик, хладнокровно наблюдавший за работой команды, черкнул спичкой, отчего кусты легко загорелись. Неутраченные иллюзии На обратном пути лодку слегка качало. Ночь Карик стоял на корме твердо, лицом к берегу и, скрестив ручки на груди, казалось, не замечал качки. Он неотрывно всматривался в берег и выглядел при этом как Нерон, взирающий на пожар Рима. Ему прекрасно было видно, как гору окутал дым, и языки пламени ползли вверх по склону. Тем временем зрители на корабле переместились на правый борт, откуда открывался вид на берег, и направили свои бинокли на горевшую гору. Они, как и сам подполковник, стоявший в лодке, с нетерпением ждали того момента, когда загорится деревянный домик на вершине. И вот долгожданный миг настал. Кошачья дача вспыхнула ярким факелом на фоне ночного неба. Было слышно, как взорвался бензобак роскошного ягуара. «Телебом, телебом!» загорелся кошкин дом, вспомнилось очкарику стихотворение, знакомое с детства. Ему хотелось веселиться, петь и плясать. Наконец шлюпка пришвартовалась к теплоходу и великий магистр ордена гордо взобрался на палубу, встреченный поздравлениями зрителей кошкаедов. Подполковник был уверен, что переживает счастливейшие минуты своей жизни. Не рой другому яму. Однако для маленького судна полсотни экскурсантов, капитаны три матроса, дюжина грибцов в шлюпке и сам очкарик, все до одного сгрудившиеся на одном борту. Это было уже слишком. Сильно накоренившись, кораблик зачерпнул воду и, пуская пузыри, задранным килем быстро пошел ко дну. Спасили кто-нибудь из кошкаедов, мне неизвестно. Нерадостные итоги. Поджог кошачьей усадьбы был осуществлен мастерски. Сгорело все, что могло гореть. Пожар начался ровно в час ночи и к раннему утру закончился сам по себе. Приехавшие после завтрака пожарники обнаружили, что кошачий домик сгорел дотла, а лестница, которая спасла всех хозяев и говорить не приходится. Прислоненная кацам к сараю, она просто исчезла в пламени, а ягуар кошки Молли взлетел на воздух. Ясно, что от него остались рожки да ножки. На пепелище стояли покрытые копотью сарай и каменная ограда с воротами. Пожарники развели руками и направились обратно в Иерусалим. Эпилог Давай субботу встретим вместе. Начиная подготовку теракта, очкарик рассуждал так. Если мне не удалось использовать черную дыру для нападения на 007, то и ему не удастся использовать ее для своего спасения. Теперь мы знаем, что заключение злого гнома оказалось глубоко ошибочным. Перелет в Иерусалим агента 007, Катса, Молли и Кэт, начавшийся в кубическом сарае, закончился благополучно. Выбрались они из местной черной дыры ранним вечером в пятницу и оказались прямо на Иерусалимской улице Ципории. Эта дыра находится в подвале того самого дома, где живу я, деда Вова. Но о ней никто, кроме меня, понятия не имеет. То, что кошачья семья прибыла именно сюда, не покажется вам странным, если вы вспомните, что на старте всякая черная дыра телепатически учитывает сокровенные желания пассажиров, а навестить меня моим друзьям, кошкам и котам хотелось давно. Сегодня мы столкнулись у двери моей квартиры, когда я как раз возвращался с бокалейной лавки, одетый в белые шорты. В руке я нес авоську с халой, а вкусную еду и виноградный сок приготовил дома заранее. не стану скромничать, я большой специалист по десерту. Шаббат шалом! Радостно пожелали мы друг другу и сели за стол. За ужином разговор шел в основном о НЛО, телепатии, телекинезе, внеземных цивилизациях и о странствиях в пространстве времени. Мы единодушно согласились с тем, что ученым давно пора подтвердить реальность этих явлений. Не, конечно, поверить во все, что со мной произошло, довольно сложно, допустил 007. И пусть психиатры твердят, что НЛО продукт необузданной фантазии, но я оптимист. Ведь всем нам, жителям сказочного Иерусалима, свойственно верить в чудеса. В тот вечер мне, то есть деде Вове, весьма кстати вспомнился бессмертный афоризм Казьмы Пруткова о фонтане. И я осознал, что мое повествование несколько затянулось и что настало время эту книгу закончить. Осталось только выразить признательность вам, дорогие читатели, за долготерпение, что я и делаю в настоящий момент, совершенным почтением и преданностью. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok